Матерные слова, возможно, в ближайшее время полностью исчезнут. Правда, только с экранов телевизоров и страниц газет, а не из реальной жизни. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, устанавливающий штрафы за использование в смене цензурных слов и выражений. Если Совет Федерации примет поправки, штрафы за употребление ненормативной лексики понесут как журналисты и редакторы, так и обычные граждане, поддавшиеся порыву эмоций. И никакой звуковой сигнал не спасет. Слово Дарьи Монастыревой. Каждый день журналисты по роду своей деятельности сталкиваются с нецензурной лексикой. Ну а что делать, если о многом в нашей жизни по-другому и не скажешь? Пока он им под *** мешалкой не даст, ничего не изменится. Вот и все. Сволочи они. А вот здесь, вот здесь. Так, заткнись. Блин. Малыш, иди. Давай, вот ***. Да ты меня сгибаешь, потому что я стою на улице. Ты меня сгибаешь на наушнике. Пока спрятать чересчур откровенную правду жизни можно звездочками или специальным звуковым сигналом. Но депутаты Государственной Думы готовят изменения в законе о СМИ. Скоро даже такая маскировка не убережет журналистов от штрафов. Употребление завуалированной лексики будет строго караться. Ну а как быть журналистом, чья прямая задача максимально достоверно передавать информацию? Может, просто политики все нехорошие слова принимают на свой счет? Однажды песня скандальной группы «Ленинград» в эфире НТВ лишилась не только нецензурных слов. Запиканными оказались еще и фамилии первых лиц государства. Другие же имена прозвучали на всю страну в открытую. А вот известному телеведущему Владимиру Познеру не свойственно ругаться в эфире. Но ведь оговориться может каждый. Чего стоит случай с Госдурой, то есть Госдумой? Обычный человек, может, и пропустил бы ляп мимо ушей. Но только не депутаты. Пришлось оправдываться. За эту оговорку приношу извинения. На мурманских каналах употребление обсценной лексики без купюр тоже строго-настрого запрещено. Но что греха таить? Бывает, промелькнет случайно крепкое словцо в эфире. Но обычно обходится без скандалов. Я работал тогда на другой телекомпании. И у нас реально в эфире прозвучал мат. Это был жесткий мат на языке матершинников даже. Но странным образом никто этого не заметил, и все как-то сошло на нет. Хотя не совсем понятно, каких именно бранных слов коснется закон. Допустим, с экранов телевизоров они действительно пропадут, и люди станут культурнее. Тогда, следуя по этой логике, они потянутся за знаниями книгам. Но перестанут ли сталкиваться с матерными словами? Давайте проверим. Виктор Пелевин, ОМОН РАМ. Страница 116. Там система наведения похожая, только по звездам. И без радиосвязи сам считаешь на калькуляторе. Ошибешься? ОМОН РАМ. ПОВИТОР ОМОН РАМ. Страница 117. ОМОН РАМ. ОМОН РАМ.